привет ребята пока первая часть видео отстрелов в дсп монтируется начинаем вторую часть этого отстрела а именно будем отстреливать пульки барракуда hunter 1 18 грамма и gsb предатор полимаг полимаг весом 1 грамм ровно там 103 ну 1 грамм дистанция до цели такая же 50 скорость на gsb хевики настроена 285 соответственно на предаторах она будет в районе 320 погнали стрелять первыми были отстреляны пули барракуда hunter 1 18 как можно увидеть пуля вошла не глубоко вторыми производился отстрел gsb предатор 1 грамм пуля такая же экспансивная только с пластиковым носиком и в принципе отличается от барракуды по сути своей только весом вот также она вошла буквально на миллиметр полтора в дсп но теперь самое интересное предатор предатор только надковырнул заднюю стенку из чего я могу сделать вывод что пуля внутри дсп начала открываться и соответственно убойную всю силу свою убойку передала именно листу дсп барракуда сделала точно также начала открываться передала полностью всю свою энергию дощечки дощечки даже слетела после выстрела из чего я делаю вывод что в конечном итоге штатные экспансивные пули проявляют себя намного намного лучше чем самодельные gsb хевики с срезанной головкой но оно и понятно потому что в конечном итоге там ровное отверстие ровные стенки баллистика практически не ломается хотя хотя барракуда hunter на отстреле показали себя ну скажем так что с папского ствола что с детского ствола с большой кучей мне они не очень нравятся на больших дистанциях они действительно криво летят видимо из-за экспансивности начинает их разносить в разные стороны куча получается большая и плюс штатные настройки для gsb хевиков для барракуды не подходят почему-то бьет на мил вправо на мил вниз ну ладно это особенность пуль не будем заострять на это внимание gsb предатор в принципе ведет себя точно также куча побольше чем у gsb хевиков даже с резаной головкой и соответственно стрелять на дальние дистанции такими пулями я бы не стал вот gsb хевики на дальних дистанциях себя показали с наилучшей стороны пока что пока что я еще пока не нашел более таких лучших пуль поэтому пока остаюсь на них вот такие вот итоги второй части морализонского балета на этом все спасибо что остаетесь со мной напоминаю у меня теперь появились перископ в который я периодически по средам выхожу в эфир рассказываю юридические тематики поэтому подписывайтесь если вам будет интересно будете узнавать много нового из юридической темы также есть twitter в котором основная информация выкладывается и есть instagram все ссылки внизу в описании подписывайтесь буду рад общению в социальных сетях помимо комментариев в youtube если у кого возникают вопросы комментарии или же предложения по поводу содержания следующих видеороликов пишите в комментариях в любом случае на вопросы я отвечаю стараюсь сделать так чтобы вам видео нравились до скорых встреч пока